Вот оно какое наше лето. Солнечное, теплое, и кто не понял ужаса холодов, не поймет прелести лета. А еще год от года лето в Магнитогорске краш становится. От тепла и заботы людей, организующих досуг на высшем уровне. Отдых каждый день. Самое забавное, что прежние попытки приводили к формированию досуговых центров. Либо неподъемных, в смысле дорогих, в смысле развлечения, дискотек. Либо это были дешевые и никакие пиворазливные палатки. Кстати, помнится, ни одно заведение подобного рода не устраивало праздник детства на День защиты детей. А вот это место третий год угощает сладостями, соком и горячим и дарит подарки. Вы сюда приходите? Да, в том году приходили. Только они там были. Нам шарики подарили, машинки подарили. А сегодня что-нибудь подарили? Еще нет, не успели. То есть, вот шашлычок вы, по-моему, зря заказали, потому что вы знаете, что сегодня бесплатно сок, шоколадка, котлетка и пюре? Мы этого не знали, ну что ж, теперь уже поели. Ну а когда опустили детские площадки, порадовало то, что здесь дети с родителями бесились и веселились аж до того времени, когда прозвучала команда «Быстро в койку и спать!» А это случилось аж в 10 вечера. Но это было, естественно, позже. А пока... И пока счастливые мамы и папы и бабушки с детьми развлекались, наслаждались тенечком и прохладой фонтана с карпами, мы были приглашены к кудеснику из Узбекистана, ранее удивлявшему Челябинск. Вот так сегодня готовится лагман. Это лапша ручного приготовления. И вот так он любит творить блюда, которые вы вряд ли попробуете, даже в самом дорогом ресторане. Сегодня и сейчас это кафе делает достойное меню, по цене доступное и бюджетнику, и пенсионеру. И еще раз напомним, это кафе самое демократичное и самое веселое место отдыха в городе. Теперь про манты. Плотное тесто выкатываем в упругие лепешки. Такие не разварятся на пару и не протекут. И рубленное достаточно весомыми кусками баранина. Все это вручную собирается, дальше в мантоварку, дальше на стол. И пока вы догадываетесь, что последует далее, сообщу. С сегодняшнего дня еще и шаурма от этого кафе – это лучшая шаурма в городе. Мясо и салат для которого собираются по оригинальному рецепту. Создание телевизионных передач – это действительно очень опасная процедура. Потому что, видя, как все это готовится, можно просто от голода сдохнуть. Но теперь надо попробовать, что такое лагман от кафе Салтан, что такое манты. А про это – это потом. Итак, что касается лагмана. Честно говоря, сам пытался его сделать неоднократно. Но вы видели технологию, да? Лапшу так сделать – ну просто нереально. А для того, чтобы собрать воедино цветную капусту, перчик, потом фасоль – это надо огромный талант иметь. При этом еще и с морковкой. Вот. Сейчас лапшу. Это, конечно, не... Ммм... 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 И благодаря привлеченному с Узбекистана повару, кафе Салтан сейчас выходит на новый виток. А я выйду на новый виток поедания мантов из баранины. Как вы видели, все делают своими руками. Тесто катается здесь же. То есть, исключительная вкуснятка. Ммм... 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 Крупно нарезанные, нарубленные куски баранины. Ничего подобного. Сто процентов нету в тех полуфабрикатах, которые в большинстве представлены. Для этого, за настоящими монтаби... Ммм... С ровными... С ровными... Приезжайте сюда. Хмм... Что? Начну я здесь же. Хотя, если честно... В эксключительных случаях... Дискотяки здесь устраиваю я лично. И кручу именно свою музыку. При этом, вход бесплатно. А на сэкономленные деньги... Ну, согласитесь, тут центров много, развлекательных. Вот. А заход там все денежки просят. Естественно, дресс-ход там. А какой нафиг дресс-ход? Люди пришли отдыхать. Можно здесь отдыхать? В кафе Салтан. А вот это что такое? Вот это. Это сам-са. Да, папасямона. Это сам-са. Не надо делать удивленные глаза. Не вот это... Исплющенное что-то. Я готов. Не толстый-толстый слой теста. А тоненький. Да. И баранина на ножке. Вот это сам-са так сам-са. Сам. Экстремный курс. В кафе Салтан. Ну, а теперь гуляем на разгуляй-шоу. Мощная акустика, отличный репертуар и отрываемся, не платя за вход. Мало того, если есть желание, можно и собственную дискотеку заказать. Сегодня, сейчас, завтра, через месяц и через год. Правила этого кафе не изменятся. Платить лишнего, думать, что вас обсчитают, обвешивать не надо. Вы отдыхаете ни о чем не заботясь. И отдыхаете по принципам, известным всем цивилизованным государством. Отдыхайте с благодарностью. Если от благодарности останутся еще и чаевые, то отдых удался. Это «Салтан»? Продолжение следует...